Здание Ивановской сельскохозяйственной академии на улице Советской, 45, обступили строительные леса. Здесь ведется реконструкция крыши и купола с восстановлением парапетной решетки. Уже укреплена и частично заменена разрушившаяся от времени красная кирпичная кладка карнизов здания. Подошел момент, когда действительно надо сохранять то, что было создано до нас и приумножить на следующий. В этом году мы планируем отремонтировать вход, когда он был из начала, и балкон. И затем также провести ремонты других аудиторий. До революции этот особняк принадлежал Николаю Терентьевичу Щапову. Изначально дом был двухэтажным. Фабрикант выстроил особняк в 1909 году для своей большой семьи. Детей у него было 10. Но в 1918 году здесь разместился политехнический институт. Было 6 факультетов, в том числе и сельское хозяйство. И как раз именно в этом здании располагался сельскохозяйственный, далее он уже назывался, агрономический факультет ИФПИ. До 1930 года. В 1930 году Иваново-Зисенский политехнический институт разбился на 4 вуза. Сельскохозяйственный институт остался в этом здании. В 1934 году надстроили третий этаж. Аудитории не могли вместить всех обучающихся. Несмотря на то, что сюда приходили тысячи студентов, многое из того, что было создано хозяевами дома, сохранилось и до наших дней. Например, мраморные лестницы с перилами из английского мореного дуба. Лепнина на потолках. Внутри сохранились интерьеры, особенно парадные залы на втором этаже. Три зала парадного филада в разных стилях. Недавно проведена их реставрация. И довольно грамотная такая качественная реставрация удалось в значительной степени, в общем-то, вернуть им красоту. Кстати, интересно, сохранился семейный альбом Щаповых, наследник, живущий в Москве. Вот он хранит этот альбом, где члены семьи запечатлены в этих интерьерах еще того времени, начала 20 века. Ремонт кровли далеко не первый шаг к восстановлению объекта культурного наследия, в стиле поздней эклектики и рационального модерна. В прошлом году были отреставрированы четыре зала – приемная и кабинет ректора, конференц-зал и зал диссертационного совета. В ходе работы восстановили почерневший от времени паркет, заменили оконные блоки, отремонтировали двери и лепнину на потолках. В процессе работы реставраторов ждали сюрпризы. Когда сняли доску, огромную доска, на которой писали с 2018 года, мы не ожидали, что там такая чудесная арка. Для нас это было, так сказать, внове. Особняк Щапов – один из немногих примеров, когда собственник не просто поддерживает здание в надлежащем виде, но и старается вернуть ему первозданный вид. Сейчас студенты здесь не учатся. Это административно-хозяйственный корпус. Только так можно уберечь вековое здание от дальнейших разрушений и схоронить то, что уже отреставрировано. С точки зрения департамента и с точки зрения эксперта реставрация проходит с учетом необходимых реставрационных норм и правил. Качеством работ мы остались довольны. После завершения реставрации на фасаде установят две информационные таблички. Одна из них будет содержать матричный QR-код, чтобы студенты смогли узнать больше об истории того здания, где учатся. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.